Во втором номере литературного журнала «Симбирск», который выйдет в 20-х числах февраля, будет опубликована подборка стихов ульяновских поэтов об афганской войне. Я собрал их у авторов по всей области. Среди них есть и члены Союза писателей России, и самодеятельные поэты, и сами участники афганской войны. Около 50 стихотворений 16 авторов. А несколько дней назад нас с Сергеем Ляминым пригласили в Ленинский мемориал на открытие выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Я там читал эти стихи, Сергей пел песни, ну и получилась такая литературно-музыкальная композиция, которая, в общем-то, тронула присутствовавших на выставке ветеранов афганской войны. Седые мужики, офицеры, увешанные орденами и медалями, они сидели и не таили своих слез, из чего мы сделали вывод, что стихи и песни искренни. Мы назвали эту литературно-музыкальную композицию «Афганистан горит в моей душе». Это строка из стихотворения Дмитрия Мищенко. Он родом с Донбасса, живет в Димитровграде, а с 1984 года служил в Афганистане в 103-й воздушно-десантной Витебской дивизии. Дмитрий Мищенко. Афганистан горит в моей душе. Он мне напалмом сердце выжигает. Идут года, а боль не утихает. Я с ней сроднился и привык уже Чужой я на гражданке средь своих, Как белая ворона среди черных. И криком на бумагу рвется стих О перевалах и ущельях горных. Нас Родина отправила туда, и мы пошли, Ведь мы ей присягали, опалены войною те года. Но ведь не зря в Афгане побывали. Там научились мы ценить друзей, А этого не объяснить словами. И посмотрели новыми глазами На наших постаревших матерей. Там было все сурово, по-мужски. Мы многое на службе повидали, А ордена за это и медали Венчают наши ратные пути. Я сам в 80-е годы впервые по-настоящему Почувствовал Афганистан и эту войну, Когда ко мне приехал Сергей И спел песню «Афганистан». Вернулся один из афганцев, его знакомый, И привез тетрадочку со стихами и песнями, Которые солдаты в Афганистане Переписывали друг у друга. Сергей нашел там понравившиеся ему слова. Там даже не было авторства. Написал эту пронзительную песню, Которую потом пел на творческих встречах. И только прошло много лет, Когда появились уже компьютеры, Я нашел в интернете, Что это стихи афганца, Участника афганской войны, Валерия Петряева. Он известный бард, Много песен написал, В том числе и про Афганистан. Но сейчас в интернете Несколько версий этой песни гуляет. На мой взгляд, У Сергея Лямина Она получилась Самой забойной и пронзительной. Афганистан. Сергей Лямин. По дорогам крутым Сквозь холодный туман Пчится грозный камаз Надрывая кардан Автомат на ремне Передернут затвор Ты отстал от своих Так молись нам о той Афганистан 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 Не одна мать-старушка Сольется слезой А шофер держит руль Только сердце стучит Впереди перевал А на нем бас ночи Эх, догнать бы своих Погоди не светло Только пули летят Лобовое стекло Афганистан 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 Письма река отсюда Доходят домой Афганистан Афганистан Не одна мать-старушка Сольется слезой А в родимом краю Где сады зацвели Мне тепло и светло От родимой земли Ждите девушки нос Мама, вытри слезу Мы ведь живы еще И домой я приду Афганистан Афганистан Письма река отсюда Доходят домой Афганистан Афганистан Не одна мать-старушка Сольется слезой Мы ведь живы еще И вернемся домой Мы ведь живы еще И вернемся домой Ульяновский поэт Александр Лайков Курганы памяти Я пилотку сошью Из травы на кургане И звезду приколю Цвета горьких калин Я ровесник солдат Убиенных в Афгане Мне приснилось Убитый меня хоронил Сколько нас полегло От Непряду до моря С допетровских времен До парламентских сеч Это вечная правда И русская доля Чтоб стояла Россия За Россию полечь Мне приснилась война И смертельная рана Сквозь пространство И время ударил свинец Я ведь тоже стрелял Да простит меня мама Как мой предок И как в сорок первом отец Я ведь тоже солдат Уходил я из дома Мама долго и гордо Смотрела мне вслед По велению сердца Присяги и долга Я дежурил у пульта Могучих ракет Нам судьба Выбирать запредельные цели Задыхаться во тьме Легендарных атак А как вещи и Коран Переделать хотели Пусть расскажет генсек И припомнит Аллах Знаю, друг с БТРа Как ангел слетая Умирал на чужом На афганском песке И дымилась И бухала кровь молодая На родном посидевшем Как небо виске А какой-то иудушка Христопродавец Оскорбляет ряды Наших братских могил Жарко дует в лицо Сушит губы афганец Но вовек не растопит Солдатских седин Не согреют души Ни медаль боевая Ни параграфы льгот Ни верховный совет Страшно раны болят И свербит пулевая Под коленом Которого нет В декабре 79-го года Когда были введены Войска в Афганистан Я работал на заводе Контактор И через несколько дней После этого К нам пришел офицер Из местного военного училища И долго разъяснял нам Зачем мы ввели туда войска Сейчас уже Я ничего не помню Из того, что он говорил Целый час Но вот одна фраза Тогда меня в общем-то поразила И убедила сразу Что мы сделали это правильно Он сказал, что если бы мы Не ввели войска То в течение полугода Американцы Поставили бы на афганском хребте Гиндукуш Свои ракеты Которые долетают до Москвы За несколько минут Это был самый Убедительный аргумент Ну а свое первое стихотворение Об Афганистане Я написал В 80-х Тогда же годах Увидел на улице Ульяновска Афганца Он шел в форме В берете Десантном С медалями на груди На двух костылях И без ноги Ну шел С гордо поднятой головой Но с такой тоской В глазах Я пришел Домой и написал Стихотворение Которое Через несколько дней Уже стало песней Сергей написал На нее Свою музыку Тогда В 80-е годы Трудно было возвращаться Афганцам Среди чиновников Об этом писали в газетах Ходила такая циничная фраза Я тебя туда не посылал И льготы Вот эти афганские Парням приходилось Выбивать с боем Но это отразилось И в этой вот песне Там Этот бунт Против этого самого Чиновничества Я не был на этой Проклятой войне Сергей Лямин Я не был на этой Проклятой войне Не чувствовал кровью Наполненных ран Зачем же безжалостно Снишься ты мне Афганистан Вчера по проспекту Ты шел впереди Асфальт костылями Пронзая насквозь Звезда на груди Звезда на груди И осколок в груди Врезался в кость Твой друг закадычный Навеки умолк Некурск защищая от жела лабад А ты вот вернулся Исполнив свой долг Что ж ты не рад Да мать посидевшая Вспухла от слез Да стерва невеста Крутнула хвостом Но ты же опять Среди русских берез Это твой дом Ведь ты стал мудрей После этой войны И понял, что те, кто повинны войне Давно уже правят Свой бал сатаны В этой стране Они свою власть Не сдадут просто так Терять и не желая Работать нас с тобой Не время еще Упаковывать флаг Близи с собой Не время еще Упаковывать флаг Близи с собой Возвращались афганцы Из Афганистана Совсем другими людьми И многие Не могли найти себя В этой жизни Война меняла людей И Они начинали И пить И Всякие Поступки совершать Которые Нам казались Дикими И я написал Стихотворение Про одного Из моих знакомых Вернувшихся Из Афганистана Вот с такой Тяжелой судьбой Афганец Говоришь Что ты афганец Был героем на войне А чего ж как чужестранец Ты живешь В родной стране Дома пропил Все на свете И жена ушла давно Ты ж мусолишь Байки эти Словно старое кино Обдавая перегаром Вспоминаешь Про обстрел Как ты там Под Кандагаром В танке С корешем Горел Он погиб А ты остался И за друга Отомстил А теперь В пике сорвался И бороться Нету сил Это знает Вся округа О тебе Молвут рубя Не сумел Спасти ты друга Не сумеешь И себя Проклиная Всю планету Душу В клочья Изорвал Проиграл ты Битву эту А зачем же Воевал Кто-то и не возвращался Летели черные тюльпаны Везли груз 200 Эти новые страшные слова Вошли в наш Обиход Ну и стихи Стихи рождались У наших поэтов Я тогда работал В газетах В том числе Редактором И знаю Что стихи Об Афганистане В общем-то Не печатали Потому что Они были слишком Острые И в общем-то И войной Это не называлось Это официально Называлось Исполнение Интернационального Долга Вот Если что-то В Афганистане Появлялось То Причесанное Гладкое Вот и потом Уже после 89-го года Они Эти стихи Начали прорываться На страницах Газет Ульяновский поэт Жан Мендубаев Лицо Войны У войны Не женское лицо Среди мрачных гор Афганской ночи Небо вдруг Сжимается В кольцо И на землю Отпустить Не хочет У войны Не женское лицо Был ли голос Юный Нежный Дивный Дом Невеста Сад И в сад Крыльцо Паренек Вихрастый Да призывник У войны Не женское лицо Нет в бою Ни грусти Ни печали Здесь лишь злость Пропахшая Свинцом Здесь навек Сошлись Конец С началом У войны Не женское лицо Вспомнит Мать Единственного Сына Горький дым Запахнет Чабрецом Родина Приказ Судьба Святыня Ну и Родина Отдавала приказ В те годы Не только В Афганистан Начиная с конца Восьмидесятых Годов Ну Афганистан Был у нас В то время На границе Советского Союза Как бы за околицей Стоял И В конце Восьмидесятых В начале Девяностых Когда Начал рушиться Советский Союз Появились новые Горячие точки Горячие точки Это Тоже вот Новое понятие Вошло в обиход И Карабах Приднестровье И Южная Осетия Абхазия Там тоже Или были наши солдаты Где-то Или были Добровольцы Которые Которые Погибали Уже Как бы И не на территории России Мы написали Тогда Песню с Сергеем Которая Называется За околицей Руси Она Посвящается Памяти Всех Участников Этих самых Конфликтов Горячих точек У моей Алёнушки Синие Голоза Словно В чистом Полюшке Васильки Цветут Отчего Уже Катится По щеке Слеза И Уста Любимые Песен Не поют Отчего Жекатится По щеке Слеза И Уста Любимые Песен Не поют Не к венцу Идет Она Тропкой Луговой А взглянуть В последний Раз В голубой Заре На меня Убитого Пули Буквы Роковой То ли На Кавказе То ли На Днестре На Меня Убитого Буквы Роковой То ли На Кавказе То ли На Днестре Что ж ты, Русь, наделала за былые дни Бросив за околицы сыновей своих И теперь невинные падают они Под шальными пулями от друзей твоих И теперь невинные падают они Под шальными пулями от друзей твоих У моей Аленушки на щеке слеза И глаза печальные в память обо мне А могилы русские, как ее глаза Васильками светятся на чужой земле А могилы русские, как ее глаза Васильками светятся на чужой земле Васильками светятся на чужой земле Ульяновская поэтесса Светлана Матлина Счастливчик Забрили молодого золоченого Российским ветром в огненный капкан Над головой сомкнулись воды черные И повезли в Афган, в Афган, в Афган Заплачет мать все школьные подружки Что нет вестей, а твой братан убит Что пьют в домах испоминальных кружек Везут назад гробы, гробы, гробы Какие парни, корень парни были За что в плену пропали и в огне Заплачет он, что и его убили На скрытой той войне, войне, войне Вернулись сединою истолченного В железной ступе раненых годов Недоброй волей всей судьбой Вкрученного в кровавый вихрь Боев, боев, боев И раступились воды эти страшные И собирались все, кому не лень И за столом сидели новобрачные И все цвела сирень, сирень, сирень Многие, конечно, попавшие на войну Это были молодые ребята Их хоронили, может быть, от пуль Наши извечные три исцеляющих слова Вера, надежда и любовь Мы написали Сергеем песню, которая так и называется Три исцеляющих слова Как и положено людям Мы до последнего дня Верим, надеемся, любим В сердце смирения храня И вопреки своей словью Мир погрузившему в дым С верой надеждой, любовью В очи безумцев глядим И вопреки своей словью Мир погрузившему в дым С верой надеждой, любовью В очи безумцев глядим Маясь безвременья сити Шепчем сквозь сдавленный плач Верьте, надейтесь, любите Даже в петле неудач В единоборстве упругом Испепеляющим кровь Станут спасательным кругом Вера, надежда, любовь В единоборстве упругом Испепеляющим кровь Станут спасательным кругом Вера, надежда, любовь Как и положено людям Мы до последнего дня Верим, надеемся, любим В сердце смирения храня Чтобы почувствовал снова Дух устремленный к нулю Три исцеляющих слова Верим, надеемся, люблю Чтобы почувствовал снова Дух устремленный к нулю Три исцеляющих слова Верим, надеемся, люблю Меликесская поэтесса Галина Беспалова Шальная пуля Давным-давно забытый снимок Нашла вчера меж старых книг И ожил бережно хранимых воспоминаний Светлый миг На фото пожелтевшем Лето, колодец, тропка, дом в саду Мне девятнадцать-двадцать где-то И я по улице иду Несу, как крылья коромысла И в ведрах плещет не вода А счастье серебрится В мыслях летела птица Я тогда А этот парень, как же звали Не вспомнить имени теперь За кадром Ява Небывалый в те годы Двухколесный зверь Железный друг оставлен, брошен В сторонке подождет чуток Откинут шлем И чуб взъерошен И спить бы счастье Хоть глоток, щелчок И замерло мгновение Но жизни не замедлить ход В афганском выжженном селении Шальная пуля парня ждет И вновь от старого колодца Иду я с ведрами домой А парень смотрит и смеется Я молодая Он живой В начале 80-х годов Мы с Сергеем написали песню Посвященную памяти Павших героев Великой Отечественной войны Но когда Рядом с нашим обелиском В Ульяновске Появилась стелла Памяти Героев афганцев Погибших У меня В голове сразу Появился образ Что Память она общая И то что Вместе мы Поминаем И героев Великой Отечественной Наших отцов и дедов И наших братьев Которые Погибли В Афганистане И эта песня Она посвящена Всем Участникам Локальных конфликтов И войн Она называется Помни Я стою Вечного огня Тем, кто жил Тем, кто жил Боль и обвинение В глазах Почему не я В этих Обезновленных Камнях Жизнь моя Жизнь моя Мужество Бесстрашие И риск Непонятны мне Но молчит Сурово Обелис О войне О войне Как я оправдать себя смогу Тишина Тишина Вокруг Все мы Перед Родиной В долгу Помни Друг Помни Друг Помни 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 Спасибо Я напомню только, что Выставка Посвященная 30-летию вывода Советских войск из Афганистана В Ленинском мемориале Будет работать до конца февраля Все могут ее посетить А 28 февраля 14 часов Там в мемориале Мы с Сергеем Еще раз представим Литературно-музыкальную композицию Афганистан Горит в моей душе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому